привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас с вами уникальная возможность вы знаете что мы находимся на мартиник и это то место где финиширует мини трансах и сегодня у нас будет с вами возможность взять интервью у ирины грачевой девушка которая участвовала в гонке мини транс от и она находится здесь также на мартиник ну что друзья теперь давайте встретимся с ирой и узнаем как прошла ее гонка ира привет вот наконец-то мы встретились ну что поехали к нам поехали добро пожаловать на мушу спасибо за гостеприимство слушай ну раз мы уже здесь я задаю вопросы у вас эти вопросы наверняка есть и мы на них будем сейчас пытаться ответить расскажи пожалуйста вот почему яхте почему например не самолете случайно сложилось с детства занимаюсь автоном спортом оптимистов начинал не на оптимистах на кадете но все равно это была детская парусная школа и с тех пор я как-то даже не представляю как по-другому проводить свое свободное время все каникулы были я в клубе потом тоже после я начала работать отпуск всегда яхтинг всегда регаты сейчас у тебя большая большая часть жизни то есть тебя родители отдали на спорт я сама себя отдала я самостоятельно девочка еще с тех пор это есть просто такой анекдот когда совет родителям отдайте детей на парусный спорт и у них никогда не будет денег на наркотики то есть а получилось самого детства ты занималась парусным спортом и ты занималась именно спортом ты видишь яхтинг именно в ключе спортивного яхтинга или все-таки cruising отчасти тоже присутствует меня это чистый спорт всегда был это это конечно же воспитание потому что сразу после парусной школы детской я попала там еще тинейджером будучи попала подростком по-русски тинейджером нормально хорошо у нас терминология такая часто за нас за нее нас периодически ругают поэтому у нас will be teenagers так вот будучи еще подростком тинейджером а я попала в сильную спортивную команду и там меня закалили именно как спортсмена и сейчас cruising случается со мной очень очень редко как правило это скорее доставка каких-то лодок все-таки спортивных куда-то к месту старта но редко после яхтинга отдыхать на яхтинге не хочет а что это было за команда это была команда василия алексеева команда до сих пор существуют сменилась лодка но команда по-прежнему выступает на высоком уровне в санкт-петербурге скажем так в российском вот команда василия квартир класса сколько ты была в этой команде мы девять лет с вася отходили до 9 лет и многому я научилась там и много ответственности это начала на себя брать именно поэтому сейчас я нахожусь здесь где я нахожусь скажем так в статусе их смена одиночки то есть сам себе капитана и на мартинике а скажи вот насколько большая разница между тем яхтингом с которого ты начинала и тем яхтингом в котором ты сейчас находишься потому что ты сейчас профессиональном спорта считает то есть всяком случае те гонки в которых с которой ты пришла сюда это уже до них далеко не любительский класс то есть это профессиональный спорт по поводу профессионализма это очень тонкий вопрос потому что считается что ты становишься с одной стороны профессионализм это безусловно твои знания твои навыки эти деньги получают еще одной стороны получаешь ты за это деньги или нет поэтому я себя позиционирую больше как любитель потому что если кто-то ошибочно думает что мне кто-то отвалил кучу денег что я получаю зарплату что я профессионалы его нет я трачу все что есть и безусловно я сейчас в своем проекте вот меня транс от была вынуждена искать спонсоров потому что это очень 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 дорого для меня вот поэтому я себя скорее как профессионал не позиционирую стоит точки зрения я не получаю никакого вознаграждения я делаю это по чистой любви просто энтузиазм энтузиазм да это парусный энтузиазм но уровень конечно же на котором проходит регата одиночников во франции в которых я участвую это безусловно уровень высокий и с точки зрения опыта знаний которые требуются которые накапливаются в процессе этих гонок безусловно можно сказать что это уровень профессиональный я хочу напомнить что ира пришла на мартиник вместе с гонкой транс сад которая стартовала в лярашели и на мартиник это был была финальная точка куда эта регата пришла но у меня по этой регате к тебе есть миллионы маленькая тележка вопросов потому что я больше крузер то есть я к спорту имею не очень прямое отношение и признаться честно я не очень следил за гонкой то есть у меня в ленте друзья писали что вот там то-то 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 происходит но я не был глубоко в деталях и я думаю что будет очень интересно рассказать что это за гонка почему это именно такой класс лодок что это за лодки вообще то есть в принципе немножко больше информации и собственно гонка по милям сколько там вот лярашеля до чуть чуть больше детали гонка мини-трансад проводится раз два года изначально гонки больше 40 лет два года назад отметили 40-летие изначально старт давался из англии она зародилась в англии и постепенно перекочевала во францию и вообще можно сказать что франция на данный момент является столицей одиночного парусного океанского спорта вот гонка мини-трансад старт . старта все время меняется . финиша тоже меняется этим были извини предыдущие потому что здесь понятно сейчас на мартиник но мартиник я не видел чтобы здесь были финиш то есть где были раньше я не могу сказать по всем году в какой-то момент она стартовала в городе дуарнене это северо-запад франции и финишировала в бразилии то есть пересекала экватор дубранс такой тяжелый длинный маршрут по расстоянию это около 5000 был и тут и это сейчас у нас общий маршрут гонки 4050 миль конечно же до бразилии это было больше на данный момент гонка это первый этап галерошелия стартуется на канарских островах погодятся промежуточные итоги и стартуем с канарских островов в сторону карибских островов прошлый год не были наверняка в воде лупе финиш 2 год назад был все таки или марин мартинико до этого было несколько раз было понял а скажи сколько лодок участвует в этой гонке давай вот уже будем говорить о той гонке в которой ты шла изначально ограничение 84 лодки это стандартное ограничение но в этом году было настолько много участников настолько много людей которые подготовились подготовиться к этой гонке очень непросто это очень затратно как финансово так и морально и своим временем что организаторы расширили до 90 участников но к сожалению трое были вынуждены прыгать еще до старта один сломал ногу прямо перед стартом другой сломал руку прямо перед стартом одному не удалось договориться с работой с деньгами с собой в общем итоге нас было 87 на старте а скажи пожалуйста вот лодки все одинаковые то есть это монокласс или вот как люди на каких лодках собственно гоняют в этой гонке это называется бокс рульс бокс рульс подразумевает что есть определенное ограничение начался дождь не обращаю внимание вы понимаете у нас закончился дождь поэтому мы решили открыть себе пиво может быть конечно не видите никакой связи между этими действиями но тем не менее перерывчик имел место быть поэтому продолжим продолжим про бокс рульс бокс рульс подразумевает что лодки ограничены какими-то основными размерами но также есть какую-то какая-то свобода какое-то место для творчества вооружение оборудование какие ограничения какие габариты лодок у миника основные ограничения вообще для всех это шесть с половиной метров в длину 3 метра в ширину ограничения по осадке длиннее келя осадка для серийного флота 16 метров для прототипов 2 а ты сказала до серийного и прототипов это два разных класса сейчас расскажу вот и длина мачты для серийного флота от уровня воды это 11 метров для прототипов 12 метров длина бушприта для серийников 2 40 для прототипов 3 метра вот это основные коробочка в которую нужно вписать свою яхту и 7 парусов по весу нету никаких ограничений конкретно по но там уже есть такая тема вот если подходить к тому у нас серийные лодки прототипы да весь флот делится на два типа серийные лодки и прототипы прототипы не ограничены в материалах не ограничены в конструкторских идеях могут использовать все что угодно например это водяной балласт перемещаемый водяной балласт для откренки или фойлы или шверты дополнительно к келю которые позволяют лучше выходить на ветер они используют карбона они в общем-то практически все современные прототипы построены из карбона мачты крылья на самом деле не ограничена не ограничена абсолютно фантазия конструкторов только вот эта коробочка в которой нужно вписаться серийные лодки наоборот они очень сильно ограничены по используемым материалам ограничены проектом то есть чтобы стать серийным проектом производитель должен построить как и зарегистрировать как минимум 10 лодок в пределах правил вот пределах тех ограничений которые прописаны для серийных лодок кому интересно на сайте классами не есть я сделаю отрезаю ссылочку на сайт и что просто было можно почитать да для чего это сделано для того чтобы ограничить стоимость лодки максимально потому что чем мы все время сталкиваемся что в парусном спорте это технический спорт в какой-то момент начинает побеждать тупо деньги ну в принципе как в любом спорте а мы все-таки хотим чтобы побеждали люди вот поэтому французы сделали вот такой вот шаг не только в классе мини но очень по многих классах ограничения по материалам ограничения по оборудованию чтобы стоимость лодки не превышала определенную сумму а можно сказать какая вообще стоимость лодки для прототипов и для серийных ну порядок то есть минут не нужно понятно точные цифры просто общая информация нас продолжают гоняться старой лодки самой старой лодки к финиширующей сейчас больше 20 лет ой можешь рассказать извини я перебью про номера потому что это очень важный момент в этой гонке можно определить насколько лодка старая исключительно по номерам на каждому минику присваивается номера по порядку до построен номер не соответствует какому-то году просто что это лодка была это 500 лодка это 502 лодка значит было на 2 свежее чем 500 а 900 совершенно скорее всего это вот этого года лодки вот если я хочу купить новую лодку во сколько будет стоить новая серийная лодка готовая подготовленная новая серийная лодка вместе со всем вооружением оценивается в 90 100 тысяч евро да а если это прототип ну тут нету предела любая умножайте на любую цифру вот любую берете из таблицы цифр умножаете на эту 100 тысяч скажем что на 300 на самом деле поддержанный прототип который по-прежнему выигрывает самый лучший проект он не новый поэтому мы говорим о стоимости новой лодки но я знаю что его продавали в какой-то момент за 150 тысяч что в общем то не очень дорого но естественно лодка поддержанная требует обновления поэтому после этого ты вкладываешь еще то есть грубо говоря если у меня есть 100 тысяч долларов я прихожу говорю где здесь окошко деньги дать такие окошко вот это кладешь в окошко деньги и потом ты ждешь ждешь приходишь пинаешь производителей пинаешь производителей парусов пинаешь всех пинкаешь там себя рвешь на себе волосы после этого может быть ты погнал потом все начало ломаться потому что потому что это лодка вы знаете чтобы все ломает за новые лодки ломают не ломается моей ангелли холберг раси это две лодки которые не ломаются и новые лодки ломать потому что новые старые лодки лобрается потому что они-то даже уже из и поставку Relations а ты уже начинаешь понимать свою лодку чувствовать и получать удовольствие и результат 숨ёшь на это же не только деньги да то То есть ты рассказывала мне, это небольшой спойлер, до того мы уже пообщались, о том, что совершенно, если даже у тебя есть деньги, это совершенно не значит, что ты можешь попасть и участвовать в этой гонке. Тебе нужно пройти там квалификации, поучаствовать в гонках. То есть это долгий проект, это как подъем на Эверест. То есть тебе нужно много лет готовиться. Можешь рассказать, какая вот нужна подготовка для того, чтобы в трансате пойти? Нужно пройти квалификации в общей сумме 2000 с половиной миль. Это же не одна гонка, это же много лет. Это не одна гонка, да. И эта квалификация делится на две части. Тысяча миль, одиночное плавание, безостановочное, когда ты просто идешь по определенному маршруту и делаешь определенные задания, выполняешь технические, которые организаторы тебе предоставляют. И второй этап, это 1500. Это тест, это грубо говоря тест на твою компетентность. Не совсем так, это еще готовит тебя к нахождению, тебя и твою лодку, нахождению вместе в океане длительное время. Потому что тысяча миль, это что? Это от 7 до 10-11 дней. Как у вас хорошо, как у вас хорошо. Вот люди ходят так быстро. Да, да, ходят быстро, но на лодке 6,5 метров. То есть размером внутри как большая, но все-таки машина. И ты там живешь в этой стиральной машине уже порядка 10 дней. И это тест, потому что за эти 10 дней случится все с тобой. И шторм, и штиль. Ну и поломки лодки, естественно. И поломки, с которыми надо будет. И ты будешь как-то коммуницировать с проходящими судами. То есть по сути ты оказываешься в таких условиях, которые потом могут с тобой случиться в океане, в одиночной длинной океанской гонке. Да, кстати, мини-трансад это одиночная гонка, в которой по регламенту запрещено использование электронных систем навигации. То есть вы можете использовать просто GPS, который показывает текущую позицию, и бумажные карты, на которые вы наносите свою позицию уже исключительно по GPS. И это одиночная гонка. Да, одиночная гонка. И естественно, поскольку это гонка, любая помощь со стороны запрещена, и любая коммуникация с землей полностью запрещена. То есть ты не можешь получить прогноз погоды с земли, но есть какой-то прогноз погоды, который тебе говорят организаторы. Да, я не могу связаться со своей командой, которая мне расскажет про прогноз погоды и может придаст какие-то рекомендации. Или получить ее со спутника каким-то образом. Но, естественно, идти вслепую это... Слушай, ну а как это контролируется? Ну это же никак не контролируется, если ты по спутниковому телефону позвонишь, и тебе расскажут, какая погода тебя ждет. Давайте... Нет, ну я имею в виду сейчас чисто в теории, да. То есть это исключительно, ну спорт, яхтин и он джентльменский. Да. Поэтому здесь это просто не делается. Но вообще это, ну технически у кого-то в теории возможно. В теории возможно, конечно же, в теории возможно. Но если честно, когда ты находишься вот с этими людьми на протяжении двух лет, вот этих квалификаций, гоняешься регаты, борт-оборт, помогаешь друг другу, и ты просто не представляешь, как вот я сейчас возьму спутниковый телефон и буду его использовать, никому об этом не скажу, это просто как бы себя не уважать, наверное. Ну это некрасиво, я согласен. Совершенно, да. И мы не за этим идем в класс мини. Ну это все так думают или это не все? Я чисто в теории говорю. Чисто в теории, мне кажется, что те люди, которые добираются, в итоге проходят... Все эти квалификации, это очень тяжело. И все эти там проведенные два года во Франции, это тяжело. И те люди, которые думают о том, что можно читить, взять с собой спутниковый телефон, мне кажется, что они отберутся, отсеются раньше. Потому что это определенный характер людей, которые просто... Ну они читят не только в этом, но еще в чем-то. Они просто не дойдут до его. Не, на самом деле, имея даже телефон, ты сильно много не получишь. Ну что ты получишь, да? Более какой-то детальный прогноз погоды, но от этого все равно ничего не поменяется. От того прогноза погоды, который вам дают организаторы, мне кажется, достаточно. То есть вы не получите более расширенную картину чего-то. Ты можешь получить интерпретацию от профессионального метеоролога, например, через телефон. А так, находясь один на один со своей лодкой, что мы получаем? Во-первых, мы получаем этот прогноз через SSB-радио. То есть коротковолновое радио, которое для нас работает в одну сторону. Только получить. Первое. Ты должен выбрать... Ты знаешь, что прогноз будет предоставляться в 3 часа дня. И это будет единственная возможность. Ты должен настроить свою лодку так, чтобы за это время, пока ты сидишь там и принимаешь его, ничего не случилось. Потому что это может произойти, когда шквалит или что-то происходит. Но вы же не идете в комфортном режиме, вы же идете постоянно на все деньги. Постоянно, да, постоянно форсируешь. Потом ты должен изначально настроить свое оборудование, провести антенны и поддерживать его в рабочем состоянии. Как минимум батареи заряжены. Да, это на батарейках работает радио, но как минимум обеспечить, чтобы оно не промокло, не сломалось, не упало. А в такой маленькой лодке, где все время приходится все... То есть, болтают еще сильно. Это не всегда просто. Потом ты должен принять на французском и английском языке прогноз приходят с помехами. Ты должен разобраться, что там говорят, записать каким-то образом, сделать для себя какую-то визуализацию. Я на картах рисую, у меня такие специальные карты. Просто как гриппфайл, только карандашком. Да, да, да. Сама себе рисую такой гриппфайл на два дня вперед. И ты должен проинтерпретировать, то есть построить свою стратегию. Где ты хочешь оказаться, там через сутки, через двое. И опять же, прогноз это прогноз. Это не то, что происходит в реальности. Ну, я думаю, что на самом деле это то, что происходит в реальности. Просто вы получаете неполную метеосводку. Что вы получаете? Ветер? Мы получаем силу ветра, направление ветра, состояние моря, давление, атмосферное давление, это обязательно. Ну, иногда нас предупреждают, что, допустим, в этом районе будут шквалы и штормы. Ну, то есть, грубо говоря, cloud coverage, у вас этого нету, да? Поэтому у вас прогнозы, они в принципе и не совпадают. То есть, там, таких параметров, как CAPE, вы не получаете, там, ну, так, поэтому он совпадает, ну, чисто условно. И опять же, мы получаем прогнозы, там, весь океан делится на зоны. В прибрежной, мы получаем прогнозы на центр зоны. В прибрежной зоне... Ну, естественно, он может меняться, потому что ветер же двигается. Да, в прибрежной зоне, вот эти вот квадратики зон, они будут, там, я не знаю, 200 на 200. Дальше в океане, это может быть, 600 на 600. Ну, не больше, больше, естественно. только данные на центр зоны. А что, а ты, может быть, находишься где-то сбоку. Ну, да, это может быть, там, край какого-нибудь, там, депрессии, или еще чего-то. И ты должен как-то рассчитать, и в зависимости от того, что в реальности происходит, понять, где ты, кто ты, и что с этим всем дальше делать. Вот. В этом как раз и есть искусство интерпретации этого прогноза и построения своей стратегии. А скажи, пожалуйста, вот ты вышла из Ля Рошеля, да? Какой вот первый лэк был, какую дистанцию вы покрыли и какие были условия погодные? Первый этап 1300 миль. Самое сложное было это выйти из Бискай, потому что на момент... Там часто жестко. Да, на момент старта приходил циклон за циклоном. Он приходил не в сам Бискай, но он приходил, вот цеплял Бискай, создавал для Минника огромную волну. И главное, что циклоны шли один за другим. И нам пришлось ждать около двух недель старта нам откладывали, 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 потому что просто небезопасно. Просто не могли технически выйти. Просто небезопасно, они полфлота будут потерять. Просто полфлота сломается, нам надо было идти в лавировку против высокой... Дальше был такой момент огибания мыса Финистера. Оно может быть очень сложным, если ты подходишь к мысу Финистера вместе с циклоном и особенно с холодным фронтом. Это может быть очень трагично, поэтому именно из-за этого тоже нас немножко придерживают. течение с ветром встречаются и поднимается резкая волна. И там акселерация, там все время зона акселерации. Если у нас приходит холодный фронт, это значит, что он приходит с юго-западным ветром, который меняется потом на северо-запад. Вот. И холодный фронт всегда приносит с собой акселерацию. Акселерация усиливается, потому что вот этот воздух оказывается зажатым между фронтом и береговой линией. И получается такая труба, и там 60-70 узлов в такой... Легкий бриз. Да. В такой ситуации можно спокойно получить. И, конечно же, нас еще от этого пытались уберечь. Вот. А дальше был достаточно свежий ветер вдоль португальского побережья. Ну, там же еще течение португальское вниз идет. Да. Но в этом году стратегия так разыгралась, что к побережью жаться не надо было. Просто стратегически было невыгодно. и, в общем-то, практически все взяли море, спокойно прошли со стабильными ветрами. Потом... Ну, да. Потом были некоторые стратегические нюансы, в общем, которые мне удалось преодолеть очень достойно. А сколько времени заняло вот от Ля Рошеля до Канад? У меня чуть меньше 10 дней. То есть 1300 вы проходили чуть меньше, чем за 10 дней? Да. У нас флот не очень однородный, лодки все-таки разные, несмотря на то, что это бокс-рус. Скорость у них разная. У современных проектов скорость больше, чем у моей лодки. У моей лодки уже 15 лет. куплена она из финансовых соображений такая. Конечно же, мне хотелось купить что-то очень современное сразу с заявкой на победу. Лодки это всегда под бюджет. То есть это даже не стоит об этом упоминать, потому что покупается то, что покупается. Поэтому у лидеров флота, у прототипов от 6 до 7 дней занял этап у меня около 9 с чем-то, почти 10. У самых подстающих 12. То есть, грубо говоря, у тебя получилась средняя скорость 5,5 на этом промежутке. Вот я как не считала. Опять дождь! Очередной дождь закончился, как вы понимаете. Я не мог это просто так оставить. Итак, мы закончили на том, что ты дошла до Канар. Да. Вот я знаю, что после Канар была самая жесть. Да, второй этап выдался достаточно трудным. По прогнозу казалось, что все в порядке. Как это? маршрут выглядел таким зеленым, желтыми пятнами. не лайт. Это далеко не лайт. Понятно, что он рабочий, но стратегия была такая какая-то вроде бы понятная. Не сказать, что экстремально сильный ветер. Но по факту оказалось, что сразу выходя за Лас-Пальмасом мы получили зону акселерации и некоторые лодки сломались. Были вынуждены вернуться, подчиниться и продолжить. Для меня это прошло спокойно, более-менее. У меня там были нюансы. Я видел же, как одна лодка на КПВРД по-моему зашла. Да, но это было уже после. А после оказалось, что в среднем у нас дует 20-25. Это достаточно когда дует 20-25 вроде кажется, что-то нетрудно, но когда дует так на протяжении многих дней. Ну, оно раздувает волну и плюс лодка 6 метров. Лодка 6,5 метров и плюс тебе для выполнения каждого маневра, каждого поворота Фордвинд нужно перенести весь балласт, потому что мы несли с собой максимальное количество воды например на моей серийной лодке 140 литров плюс спасательное оборудование. Все это используется для откретки. Ну, плюс я видел у вас там куча банок с метанолом. Да, метанол, ну, как бы все, что нужно человеку, одиночнику, чтобы пройти, прожить море хотя бы там я не знаю 25 дней. Хотя бы 25 дней это нормальный срок прожить в море. Это дофига всего, что нужно перемещать физически в маленькой лодке, которая как бы наэролит в этот момент пока ты все это перемещаешь, брачнуть. Слушай, а для чего метанол? Понятно, что... У вас же двигателей нет. Да, понятно, что в одиночку мы ходим не все время на руле. Это автопилот. Автопилот достаточно навороченный, потребляет огромное количество энергии. Мы вынуждены все время заботиться о том, чтобы у нас система подачи энергии была бесперебойной. То есть это генератор, грубо говоря. Это генератор, да. Метанол нужен для, это называется, fuel cell, топливный элемент, который выступает в роли генератора, заряжает батареи. А сколько, насколько эффективно? Сколько ампер, условно, или там ватт, не знаю, как угодно, выдает вот этот генератор на метаноле? Они бывают разного объема. На миниках обычно устанавливают фои 140, он выдает новый примерно 5,5 ампер. Этого достаточно. 5,5 ампер. То есть, это не очень эффективное устройство? Просто у нас маленький объем, нам не требуется больше. А сколько у вас ампер вообще потребляет лодка? У меня лодка потребляет, когда она работает, вот все включено, и работает автопилот в хард-режиме, примерно 4,5. То есть, грубо говоря, это вот лимит, который с небольшим запасом, ты даже можешь немножко заряжаться, ну, там очень слабенько, но все равно. Не, нормально, нормально. Если у тебя есть постоянно 1 ампер хотя бы входящий, это нормально заряжает батарея. Но вы же не все время сжуете этот метанол, он же у вас не нон-стоп горит. Как правило, ты вводишь свой генератор в автоматический режим, то есть, когда напряжение падает до определенного уровня, он сам включается, когда заряжаешь, заряжается до определенного уровня, он сам выключается. я сделаю ссылочку, чтобы можно было внизу под... почитать, открыть, что это, собственно, такое. Потому что для меня, например, это новая технология, ну, как технология, может, не новая, но я такой не слышал, потому что мы такой не пользуемся. У нас там дизель запустил там на 7 киловатт, и жги. Это очень-очень удобно, бесшумно. Он не шумит, да? Вообще не шумит, вообще не шумит, да. На мой взгляд, идеальная вещь, но стоит денег. А сколько стоит вот такой генератор на метаноле? Ну, вот такой вот небольшого объема, по-моему, стоит около 5000 евро. Ого! То есть это такая недешевая, что ли? Да, плюс, опять же, ты должен постоянно покупать метанол. Ну, метанол не очень дорогая. Канистра 5-литровая стоит в Франции 40 евро. А, 40 евро. То есть это не совсем дешевая вещь? Нет. Например, я потребляю литр в сутки. Ну, это достаточно эффективно все равно. То есть это у тебя 20 литров, 4 канистра на 20-дневный переход. Это нормально. Ну, плюс еще, конечно же, у нас у всех есть солнечные панели. Ну, и вы, наверное, заряжаетесь, то есть, грубо говоря, ночью может работать метаноловая печка. Ну, все переходят на солнечные панели, но иногда получается так, что они оказываются большую часть дня в тени, в зависимости от ГАЛСа. Ну, если такая погода, они не очень эффективны, конечно. Да, бывает просто очень облачный день, поэтому все несут как минимум два источника питания, два источника подзарядки. Ну, и плюс батарейки на случай там своих каких-то альтернативных источников. Да, 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 да. Есть еще как бы все время. Когда ты идешь в одиночку, у тебя все должно быть в двойном экземпляре. Все. Военная технология. А некоторые вещи в тройном экземпляре. Военная технология, все дублируется. Да, и желательно, чтобы они, если мы говорим об электронике, чтобы это все питалось от разных источников. Слушай, а скажи, пожалуйста, что вот теперь мы подойдем, наверное, к самому кульминации. Что у тебя случилось на переходе? Потому что я знаю, что у тебя были проблемы с лодкой. Да. Ну, на самом деле, немножко я издалека зайду. Зайду с того, что этот проект свой я готовила очень долго. На протяжении двух лет непосредственно во Франции со своей лодкой. Подготовку я начала заранее с медиа активности, с того, что я писала статьи, ездила. Извини, а сколько всего ушло на подготовку? Вот ты считаешь, вот с момента зарождения идеи, то есть я хочу вот мини-трансад. И до того момента, как ты, ну, была стартовая отмашка и ты вышла, сколько времени пошло? Примерно три года. Ну, это сильный проект. Три года, это не такое, знаешь, это не спонтанное решение, я хочу и я пошел. Нет, нет, нет. Это сильная подготовка. Да, и опять же, ты узнаешь, насколько это все серьезно, только в процессе. Это так кажется, что я отгоняю мини-трансад и все, вот такая стоимость, вот лодка. Нет, оказывается, что очень много факторов, и это не всегда связано непосредственно с гонками. Чтобы финансировать свой проект, мне приходилось с самого начала искать спонсоров. Мне помогло огромное количество людей, за что им огромное спасибо. Но и мне хотелось дать им что-то в ответ, поэтому у меня было много медиа активности, я старалась рассказывать о каждом своем шаге, чтобы люди просто знали, что происходит, чтобы они могли сделать что-то подобное или просто вдохновиться. Я скажу, что это дополнительная работа, это целый объем, это полностью... А скажи, а кто были у тебя спонсорами? Я так понимаю, что это не секретная информация? Нет, конечно, не секретная, да. Основными спонсорами были компании, где я работаю. Компания Nord Consulting Санкт-Петербургская была моим основным спонсором, компания Grifon, французская, наш партнер. Ну, я видел рекламу на лодках Grifon, Grifon.fr, да? Нет, это другая компания, большую помощь оказала компания Fordo Intregato Санкт-Петербургская, они сразу потянули кучу небольших спонсоров краски, оборудование, DECO Equipment. Компания Sailrox веревки производит у нас в Петербурге... Вы видели, вы видели, человек тоже назвал это веревками. Не Lines. И веревки, и канаты. Вот так вот. Потом удалось благодаря тоже нашим питерским контактам получить спонсорство от компании Ullman Sales, которая очень сильно помогла с парусами. Вот. Потом Aquapack компания и компания Мобильный Век в Петербурге, которая дистрибьютор Aquapack. Aquapack это что? Aquapack водонепроницаемые сумки и чехлы. А, понял. Ну, dry baggy. Да, dry baggy. Были небольшие спонсоры, как французская компания Leofie SEO, предоставляющая специальную еду. Компания Часовая Мануфактура в Москве. Московская Часовая Мануфактура. Слушай, а скажи, извини, по поводу еды. То есть, ты сказала, что была какая-то специальная еда. То есть, вы не пошли в Carrefour, допустим, во Франции и купили там, не знаю, консервы или там маринованную курицу, да? То есть, чем вы питались на переходе? Ну, на таких лодках готовить особенно времени нету, нету оборудования. Да и негде побольше. Да, да. Мы должны... Да и не хочется. То есть, тут все совпало. поэтому все это достаточно примитивно с точки зрения у меня есть jet boils с пол-витровым объемом. как это называется? Ну, чаши, в которой ты греешь. И есть химический пакет, это зип-пакет, куда ты кидаешь хим-элемент, кидаешь вот этот пакетик с едой, чуть-чуть воды, это все согревается. Вот. И питаемся мы уже предподготовленной либо фриз-драйт, это сублимированная еда, либо стерилизованная, то есть, уже готовная, расфасованная по пакетам, не мной, а производителями. в этих же пакетах она согревается, и ты уже ешь, не знаю, например, курицу карри. А можем мы такую штуку где-то получить одну на пробу? Да, я думаю, что мы с ребятами договоримся. Класс! Мы на самом деле используем у себя тоже у нас есть, не помнишь, как она назвалась? Траконит, по-моему, у нас, американская еда. Там такие пакеты, их там зип отрываешь, открываешь, заливаешь кипятком, закрыл, и через полчаса получается... Вот это сублиматы. Это сублиматы, да, но ты говорила про другое. Да, стерилизованная еда, она просто готова уже с водой. Мы это попробуем. Да, так расскажи по поводу того, что случилось. Так вот, да, я очень долго готовила свой проект, я вложила в это все свои силы, все, что у меня было, и я об этом говорю сейчас, чтобы просто понять, я с улыбкой об этом сейчас расскажу, о том, Это улыбка такая, она не очень улыбка. Она не очень веселая, да, но философски пытаемся отнестись к тому, что случилось. В общем, я уронила мачту прямо посередине Атлантики. Уронила, это значит, она отломалась. Да, это значит, она сломалась у меня в нижней части. А из-за чего? Сломалась из-за внутреннего дефекта в тяге Иван Путонса, который... Понятно, который Шраут сделал. Да, что когда ты готовишься к такому проекту, ты готовишь свою лодку идеально. Насколько ты это можешь сделать? То есть, нет такого, что можно халяву... который у тебя есть. ну, просто уже были некоторые комментарии о том, что, а кто готовил лодку, а что, что, что за фигня, куда вы смотрели. Да нет, нет, это мы не обсуждаем. Смотрели внимательно. Есть куча поломок, которые случаются, потому что оно поломалось. Оно было нормальное, но поломалось. Да, вот, это, как бы, к сожалению, мой случай. Поломалось внутри лодки, под палубой, и вся наветренная ванта прошла вот так вот. я вырвала ее еще сквозь конструкцию, сквозь корпус, да? Да, сквозь палубу, она у меня на палубе установлена, не сбоку, а по центру. И, естественно, мачта сломалась. Это случилось на шквале, То есть, у вас, грубо говоря, ванта просто улетела, ну, шрауль? Улетела, все вместе. И она просто на бок упала, да? мачта упала, на бок. А не пробила корпус? Нет, она болталась на том, что находится внутри мачты, это кабель. Ну, провода там, На проводах. Они у меня были упакованы в оплетку из даймина. гофра там или какой-то, да? Это очень прочный материал. И я тоже боялась, что начнет повреждать корпус, ее там так вот било, но я достаточно быстро смогла все это расположить таким образом, чтобы... Но ты мачту сохранила или ее отрезала и выкинула? Я ее в итоге выкинула, я ее разоружила полностью, то есть... Ну, да, да, да. Да, я оценила... Разобрала ее. Да, я, конечно же, сняла с нее все, что можно было снять, потому что это все может быть использовано дальше, потому что моим планом было, несмотря ни на что, дойти до финиша. Идти мне было 1200 миль почти, когда это случилось. Ну, у тебя мачта отломалась просто по самый низ? Нет, она отломалась на примерно 40 сантиметров выше гига. Ну, то есть первая треть где-то. Это даже не треть, это... Четвертая часть. Вот от палубы это вот столько осталось. А, ну, у тебя же гиг низкий. Да, да. У меня низкий гиг, у меня маленькая лодка, вот столько от палубы осталось, и... В итоге я соорудила после всего этого, я спасла, сняла с нее все, все, что можно было, вставила вместо мачты гиг, который был длиннее в итоге. Вот. И смогла двигаться, смогла двигаться дальше, и планировала все-таки дойти, но оказалось, что скорость моя под такими парусами, она не очень высокая по генеральному курсу. И... С какой скоростью ты шла? На сильном ветру у меня получалось три узла по генералке делать. Но я знала по прогнозу, что дальше ситуация будет очень непонятная. То есть ветер падает? Да, планировалось, что там... Ну, для меня это было еще долго идти с сильными ветрами, но... Предполагалось, что все равно направление ветра изменится из-за такого там зоны низкого давления среди потока высокого давления, и... Во-первых, направление изменится, то есть я не смогу уже дрейфовать по ветру, во-вторых, сила ветра изменится. Да, и... в подвершение всего у меня вышел из строя автопилот. Ну, то есть у тебя по прогнозам еще порядка месяца ты должна была находиться на воде с ограниченным количеством там продуктов. в теории это можно было там получить, там арк идет по большому счету. В теории все можно было сделать. Нет, я имею в виду, что чисто теоретически, но это большие риски, потому что если лодка, ты встретишь какую-то лодку, может быть, а если нет. Да, да, и опять же, я же без связи, единственная связь, это я могла написать в таком случае смс по организаторам, сказать, что я запрашиваю лодку сопровождения. Ну да, да, да. Вот, если я остаюсь, то все лодки сопровождения прошли, дальше, либо я пытаюсь связаться с кем-то из судов вокруг, с помощью ВИЧФ радио, а вокруг никого. Не, ну естественно никого. может быть, там через 2-3 недели там Арк бы подошел, но в этом никто не знает. Да, да, кто, чего, куда. Вот, и в общем и целом я приняла решение покинуть лодку после трех дней, трех суток трейфа. Ну, ты все равно должна была там и рулить на ней, и она же, но это тяжело. Единственное, что я дрейфовала пока по ветру, по течению, по волне, с неясными перспективами на дальнейшем. просто уже было понятно по всем расчетам, что если я и смогу дойти до берега, то неизвестно до какого. Необозримом будущем. Да, необозримом будущем, что будет происходить. Это большие риски и риски неоправданные. Ну, это риски жизни, это не риски имущества. Да, да, да. Это неоправданные риски совершенно, и в гонках Медитрансад ты не за этим идешь, не для того, чтобы выживать, ты идешь для того, чтобы а кто тебя забрал с лодки? Меня забрал катамаран французский Тибли. Большое спасибо ребятам. Очень тепло меня встретили, обогрели, приголубили и как в семье на катамаране потом еще неделю, 7 дней мы шли. Не, ну у вас там тысяча миль была еще до берега. Да. Это далеко. Да. То есть они тебя забрали, а лодка осталась в Дрейфе. Да, лодка осталась в Дрейфе, на ней, в общем-то, было сделано все, чтобы обеспечить безопасность окружающих судов. А что ты сделал? Я оставила включен на МАИС солнечную панель на солнечной стороне, вот свой генератор и фой, чтобы постоянно была энергия, чтобы постоянно... То есть он в автоматическом режиме, да? Да, да, чтобы постоянно АИС работала, чтобы все сюда могли увидеть, что лодка есть. Установила аварийную рутену, естественно, чтобы зона была как можно больше. Ну, какая ее радиус видимости? Там 2-3 мили? Полторы мили. Полторы мили. Как максимум, да. Одна-полторы мили, но этого, в принципе, нет. Нет, этого достаточно в любом случае, чтобы быть, если там не слепые сидят и там непонятно. Если кто-то думает, что лодку можно затопить, современную лодку затопить нельзя. Вот я хотел спросить, я слышал, что эти лодки просто они не тонут, потому что там есть воздушные... Во-первых, там есть полностью запакованные внутрь как бы заформованные емкости плавучести пенопластовые. Во-вторых, это будет как бы полупогруженная лодка, что просто в миллион раз хуже, чем она просто на поверхности находится. Да, абсолютно точно. Во-вторых, технология изготовления современных лодок это сэндвич, то есть это специальная пеноплата, которая поддерживает лодку на плаву всегда. Даже с присутствующим келем, тяжелым келем. То есть на этапе, когда ты покинул лодку, ты сделала все возможное, чтобы эта лодка была в видимости. А какие перспективы? Перспективы пока неясны, потому что очень далеко. Ну, понятно, что по океану тысячу миль лети против волны, против ветра, против течения. Она пока идет, да, по ветру по течению, то есть она дрейфует, перспективы неясны, 800 миль сейчас от нее до берега, поэтому не буду даже ничего пока про это говорить. Перспективы неясны, мы связались со страховой, которая оценила, что на данный момент спасти нет возможности ничего не сделать. Пока что на этом остановимся с перспективами. скажи, пожалуйста, именно по ощущениям твоим, да, то есть была вот ситуация, когда ты была вынуждена покинуть лодку, ты к этому готовилась, вот сейчас твое внутреннее состояние, как вот ты относишься к тому, что произошло? то есть в любом случае решение капитана, оно всегда верно, то есть если кто-то считает, что там можно было сделать по-другому, делайте, когда вы будете на своей лодке, это есть правило, капитан принял решение, значит, это решение было принято абсолютно верно в текущих ситуациях. Но вот постфактум, ты сейчас находишься там на Мартиник, там руки, бокал мохито, но все равно, то есть было что-то в прошлом, вот как ты это морально воспринимаешь? Ну, я могу сказать, что паники у меня точно не было от того, что произошло, мы все очень подготовленные, когда мы выходим на этот старт, было очень жалко, очень жалко за вот те два года подготовки, о которых я говорила, было очень жалко за тех людей, которые меня поддерживали, которые следили за моим прогрессом, за моими результатами. Не, ну это техническая особенность, то есть это уже произошло, ну не потому, что я так хотела, то есть морально очень тяжело покидать свою лодку, с которой ты провел столько времени, которое ты вот как бы вот как свое детище, вот про которое ты все знаешь, которое ты своими руками полностью готовил, очень тяжело морально, как живое существо. тот момент, тот момент, когда ты стоишь на катамаране и от лодки отходишь. Ну видишь, слава богу, это произошло ночью, поэтому очень быстро, вот, и в этот момент меня крепко обнимали, вот, но да, это был трудно, тяжелый момент, и, конечно, после этого был не один день, когда... Ну оно было такое, волнами там уже лучше, уже лучше, и там много переживала, много думала об этом. Ну, скажи, вот оно на будущее, оно тебя крылья подрезает, или наоборот мотивирует? Я, когда мачта у меня упала, до этого я, как бы, была в конце проекта, то есть, вот я дохожу до Мартиники, и что делать дальше, непонятно, ну, понятно, что этот проект завершен, мачта упала, я такая, так, теперь понятно, что делать в следующие два года. Проект не завершен. Да, потому что, конечно, мне хочется получить удовлетворение, satisfaction, дойти до финиша, и, с этой точки зрения мотивирует, мотивирует то, что я получила уникальный опыт, которым могу поделиться, которым я, безусловно, буду делиться. Скажи, пожалуйста, вот если откатить вот всю ситуацию назад, да, есть что-то такое, что ты могла бы изменить, или хотела бы изменить, или что-то бы ты делала не так, чтобы это не произошло? То есть я понимаю, что, ну, это в любом случае брак, то есть это дефект, и он повлиял на, ну, неважно, просто любой дефект, который повлиял на результат. То есть здесь ты ничего сделать не можешь. Но, допустим, ну, я не знаю, там, поставить другой автопилот, или там поставить карбоновую мачту, то есть, я так понимаю, что ничего поменять нельзя. То есть оно было бы вот точно так же, это было бы просто воля случайная. Да, 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 это меня немножечко успокаивает, что я сделала все, что могу. И я знаю, что с точки зрения подготовки все было проделано на наивысшем уровне. То есть ты бы ничего не делала по-другому? Нет. Я ограничена проектом лодки, вот, если мы говорим об оборудовании, которое я использую, я ограничена проектом, я не имею права менять многие части, просто не имею права менять на другие. Могу поменять на новые, но такие же. Ну, понятно, да. ограничена правилами и, как оказалось, ограничена материалами, какими-то еще браком. Да. Кстати, а скажи, пожалуйста, вот в этих лодках, на которых ты шла, шраутс, они, это троса? Да. Или пруты? Нет, это троса, и это прописано в правилах. То есть это не могут быть пруты? Нет. Потому что я знаю, даже в серийных лодках, которые типа там high performance, типа там их яхт, у них вместо этих шраутс, которые тросами, ванн, да, используются именно пруты такие металлические. Которые тоже ломаются? Нет, естественно, все ломается. То есть нету на этой планете пока технологии, которая не ломается. Причем, причем ты вот такой витой трос, ты легче заметишь его повреждения, чем повреждения. Ну, пруты, я знаю, их просто меняют там по регламенту. Меняют по регламенту, да, но это не всегда там яхтсмену-одиночнику по карману, потому что это очень дорого. Я тебе здесь про цену не могу ничего сказать, я просто знаю, что вот есть такое, потому что у нас тоже, ну, просто плетеные эти ванты, ну, то есть тросами, поэтому я никогда не ходил. У меня просто прописано Inux Wire. Inux Wire. А, окей, понятно. То есть у меня, как бы в этом плане все просто, у меня очень многое прописано, я не могу поменять там диаметр, или куда у меня приходит ванты, я не могу, как бы со своей лодки, она сейчас приходит в центр палубы, я не могу ее перенести к борту и сделать ванпутенс, который крепится к борту, потому что это не предусмотрено проектом, я не имею права это сделать. Нет, ну, естественно, потому что это может быть еще хуже в результате. Это просто не по правилам, я просто стану другой лодкой, которая уже не может участвовать в этих гонках. А скажи, пожалуйста, вот какие у тебя перспективы на будущее, на ближайшее, или там не на ближайшее, а на дальнее? Ну, я буду, естественно, пытаться завершить проект, то есть впереди еще два года, следующий транссад будет в 2021 году. То есть он раз в два года проходит? Да, раз в два года. Мне бы очень хотелось, чтобы это была уже борьба за победу, потому что за эти два года я получила огромное количество опыта, и я показала очень хорошие результаты на старой лодке. То есть все французы говорят, что, господи, как хорошо, что у тебя старая лодка, иначе нам было бы очень страшно, и сейчас меня многие поддерживают, считают, что я вполне себе могу претендовать на подиум, если будет новый проект, новая лодка. Поэтому план максимум, если будет надежный партнер, с которым удастся делать новый проект, хотелось бы делать это на новой лодке, снова пройти все эти квалификации, снова пройти все эти гонки, изучить эту лодку, использовать полученный опыт. Если так не случится, жизнь штука непростая, то если мне удастся там как-то со своей лодкой договориться, если она все-таки доберется, можно будет попробовать на этой. Ну, видишь, сейчас ситуация настолько непонятная, нестабильная. Единственное, что я могу сказать, что очень много опыта вот сейчас у меня есть, которые хотелось бы приумножить, использовать, скажем так, не потерять сейчас. Вот, поэтому... Слушай, а я знаю, что ты ведешь, то есть ты в социальных сетях присутствуешь, и у тебя есть там, и ты на YouTube что-то снимаешь, да? На YouTube мало, потому что очень много времени уходит на монтаж. Я все-таки работаю, гоняюсь, сама готовлю свою лодку и сама занимаюсь вместе с помощниками медиапродвижением. Четыре работы, поэтому... Я внизу под видео дам ссылочки на все социальные медиа Иры, и вы можете просто подписываться и на... Я не знаю, что у тебя там основное, там... Facebook основное, да. Ну, конечно, есть Facebook, контакт, Instagram и YouTube канал, на котором я что-то выкладываю, но... Это все будет внизу, то есть клацаем, подписываемся и смотрим, следим, переживаем. Вот. Лайки, лайки ставим. Лайки ставим. Все, Ирочка, я... Наверное, мы уже будем заканчивать. Я безумно рад был тебя видеть у нас, и я надеюсь, что вот следующая гонка, которая будет, то есть мы тебя будем встречать уже там с флагами и шампанским и стрелять тебе пробками, выходящие мимо. Вы, друзья, подписывайтесь на на оба канала, на мой, на Иры, и мы вам будем рассказывать, показывать и держать в курсе всего, вот, всего самого современного, что происходит в мире спортивного яхтинга. Не только крузинга. Спасибо большое. Крузинг спорт. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok